Всем доброе утро из Еревана. Это наш потерпевший объявился. Это самый первый котенок был. У него такая кличка, потому что он кричал по утрам, как потерпевший. Орал, смотря в окно, что типа давайте еду. Он какой здоровенный вымахал. А ты чего уходишь, мамзель? Это Моцарт. А это ее котенок. Котенок тоже уже вырос. Да, дружок-пирожок? Это моя любимая косоглазая киска. Это ее котенок. А это жируха. Калория. Жируха-калория. Что ты мечешься, все ищешь, непонятно что. Иди ешь. Вон, смотрите, какая. У тебя зимой. Иди ешь, иди. Ладно, отправляемся. У нас же новости. Мусорку заварили. В смысле, мусоропровод. Теперь нам нужно таскать мусор, черт знает куда, на остановку, в другую сторону дома. Но, слава богу, что от нашего дома это близко довольно-таки. А как другие таскают из других домов? Я вообще не представляю. Вот так, без предупреждения, главное. С утра несу мусор, а оно бац, и все заварено. Сурприз такой был. Ну, все как обычно. В принципе, ничего нового. Вот и кубышка пришла. Кубышка? Кубышка. Вот и пусечка. Они, кстати, вместе живут. Они такие парочка. Киски, ну-ка дайте. Все, кубышку тоже кормим. Ладно, мне пора. Ну, в принципе, как и ожидалось. Сейчас людей чихать хотели на то, что нужно куда-то что-то выносить. И по привычке кидают сюда, либо вообще из окна. Ну, я так думаю, что в любом дворе найдется такой гений, который думает, что он умнее всех. У нас, кстати, с утра дождик моросил. И такие тучки на небе. Вроде как сегодня опять дождь обещают. И прохладно на улице. Сегодня максимум 22 градуса будет. Ну, очень приятная такая погода, теплый ветерок. Вон они куда баки поставили на весь район. Вот сейчас мне вообще не в эту сторону надо. Но мне приходится из-за мусора туда тащиться. Все, иду я обратно через наш двор. Я вообще в Ереван-Сити иду. И я вообще не против того, что мусор какие-то заварили. В принципе, его не меньше будет. Но я против того, чтобы это делали в тихушку. То есть могли бы и объявления повесить, чтобы люди знали, что это случится и куда бежать бросать этот мусор. Потому что в первый день все метались, не зная, куда бежать. Вот. Такие дела. Дети у меня уже все поразъехались. Кристина и эту ехали. Уже кто в школу, кто в колледж, кто на работу. Ну, Кристина вначале работа, потом учеба. Она сегодня вообще допоздна будет там в школе, потому как у меня есть какое-то задание на пару, которое нужно делать именно там, в помещении школы. А я иду, как всегда, с утра, пока нет особо большого количества народа в магазинах, потому что днем-то народу немерено становится. И насчет Армине хотела сказать. Я опять обзвонила несколько ресторанов по поводу работы, но из этих всех обзвонов у меня сложилось впечатление, что работа в ресторане это, знаете, рабовладельческий строй какой-то. Смотрите, вот ореховое дерево. Сколько на нем орехов много. И они прямо вот крупные, крупные. Видно, не знаю. Не видно. На камеру видно, не знаю. Тут раньше частный дом был, потом его снесли, естественно, все в деревьях остались. Вот. О чем я говорю? О том, что все они практически предлагают график работы с 11 утра до 11 ночи. 6 дней работаешь, один отдыхаешь. И знаете, сколько зарплата при таком графике? 100 тысяч, то есть 200 долларов. Вы представляете, то есть это практически жизнь на работе. То есть ты до 11 работаешь, пока там собрался, пока пришел уже 12, лег спать, с утра проснулся, пошел обратно на работу. Я не знаю, может, для мужиков при достаточно большой зарплате это и нормальный график работы. Но, извините, для 18-летней девушки практически круглосуточное нахождение на работе и 200 долларов зарплаты, ну, это, по-моему, просто какое-то издевательство. Может, я, конечно, не права, но, в принципе, со мной согласны все члены нашей семьи, ну, что это, конечно, наглость. Ну, что такое, 12 часов, вообще, по кзоту не полагается, нет работать столько времени, и вот такая зарплата 200 долларов. В общем, мы продолжаем искать. Продолжаем искать. Ладно, двинусь я потихонечку. У нас в некоторых дворах вот такие вот есть баки типа для разделения мусора, но из этих баков в обычную мусорку собирают все вот так же валом. Для чего это надо? Для козухи, наверное. у меня муж вчера на купил тонну мяса. Кстати, мясо у нас опять подорожало. Я не знаю, куда это уже прет и прет. В общем, цены наверх. Вот. И еще, зачем он купил-то? Причем всякого разного. И курятин, и телятины, и свинины. Он собрался в очередной раз делать кебаб. Вообще, кебаб это довольно-таки сложный процесс, потому что нужно сделать фарш так, чтобы он не отваливался с шампуров. Обычно кебабами нас кормит отец нашего крестника свадебного. Он делает из куриных бедер, очень вкусные, сочные получаются. А муж у меня опять какой-то рецепт, в общем, вычитал и делает. Сегодня делать будет. Вчера, в общем, этот фарш делал целый час. Отбивал, отбивал его, не знаю. Так что сегодня будем помоем в электротандыре. он собрался его жарить. Так что с работы вернется, будет делать кебаб. Так что мне сегодня готовить не надо, ура! Армине попросила купить продуктов на торт, она вычитала. И какой-то рецепт интересный. Смотрите, виноград как обвивает. И висит виноград, наблюдать вокруг винограды, персики, сливы, орехи и прочие фрукты. Смотрите, у нас продают и здесь, и на рынке вот такую уже нарезанную и вымоченную в извести тыкву на варенье. Но, в принципе, на еду ее не взять, потому что она вот именно что вымочена в извести. Тогда можно было взять в морозилку, кинуть, да и суп готовить, например. И вот за счет этого, что она вымоченная, как и грецкие орехи. Она хрустит, когда из нее варишь варенье. Сверху даже рецепт указан, правда, цены нет. Но она бесценная. Я уже говорила, что я никогда в жизни не любила тыкву и ничего из тыквы. А вот на старости лет, так скажем, мне стала нравиться тыква. И варенье, кстати, вкусное, так, для разнообразия. Так, я хотела мандарины, но почему-то их нет. Нет, нету. Ладно. Еще раз были, причем классные. А сейчас нема. Ладно, все, иду в карту. Все, я затарилась, иду обратно домой. В магазине все продавщицы чихают, чихают, в масках сидят и внутрь них чихают. Не знаю, наверное, грипп сезонный или корона. Даже знаете, что, ну не знаю, знаете или не знаете, что у нас обязательная вакцинация для всех работающих людей во всех абсолютно сферах, кроме политических деятелей. По-видимому, они у нас на особом счету и не нуждаются в вакцинации. Причем, как сказала наша министра здравоохранения, которая имеет отношение к здравоохранению такое же, как я, к юриспруденции, поскольку по образованию она юрист, что это не нарушение прав человека, мы не заставляем никого прививаться. Ну, как вы думаете, это заставление или нет? Когда у вас ставятся условия, либо вы предоставляете сертификат о вакцинации на работе, либо вы дважды в месяц сдаете тест за свой счет, который стоит 30 долларов один, то есть половину зарплаты участия людей должны занимать эти тесты. Либо вы увольняетесь. Вот это называется у нас выбор. Таким образом можно представить, что у нас для работающих вакцинация является обязательной. Ну, так. Глана так смешно еще вчера говорит такая, у нас если в мае 10% всего хотели прививаться, то теперь в 50% хотят прививаться. Что значит хотят? Люди просто работу не хотят потерять, они хотят прививаться. У нас говорит вспышка опять идет, рост заболеваемости, поэтому нужно срочно всех прививать. Но при этом на день независимости везут автобусами со всех районов людей из деревьев, набивая площадь стоящими друг к другу вплотную людьми. и по-видимому на них не действует эпид-обстановка в таких случаях, а действует исключительно когда ты идешь на работу. Причем правила хоть ты там вдвоем сидишь, хоть фабрика у тебя из 300 человек. Одни и те же правила. Вот. В общем для тех кому не нравится когда я бомблю, можете это не слушать, но я знаю что многим нравится. Поэтому будь говорила, говорю и буду говорить. сейчас мне придется еще к нашему овощнику зайти, потому как нужно купить лаваш, у него из деревни привозят очень вкусный лаваш, но в основном я иду не из-за этого, а из-за того, что мне нужно кофе купить. Что-то я запыхалась, слушайте. А там только у него я покупаю именно тот сорт кофе, который нам нравится. В принципе кофе с таким названием много в разных местах, но он почему-то отличается по вкусу. И именно из-за него я и пойду сейчас еще к нашему овощнику. У нас же всегда школа начиналась в 8.30, колледжи в 9, а институты в 9.30. Уже несколько лет довольно-таки много для того, чтобы не создавались пробки на дорогах, когда одновременно все едут учиться. но в этом году начало занятий в школах отдали на рассмотрение директоров школ. И теперь они начинают учиться кто во что гораст. Кто в 9, кто в 9.30, кто в 8.30. В общем не поймешь что творится. Вот у меня это к 9 едет, как обычные студенты колледжа. Но у них университетская часть тоже с 9 начинает заниматься. А так вроде раньше школьники рано все уходили, а сейчас смотришь время 9, а школьники еще в школу тащатся. Солнышко сквозь тучи проглядывает платаны. Вон видите начали желтеть уже по чуть-чуть местами. Некоторые зеленые, некоторые желтеют. Вообще обожаю эти деревья. Они уже очень старые. Я не знаю есть ли уже у деревьев какой-то срок жизни, когда их нужно срубать и менять. Потому что частки деревьев во время ураганов вечно падает. Смотрите, роза какая возле музыкальной школы цветет. Тут что-то переполивали. Болото прямо. Блин, закрыт овощной. Придется еще раз заходить. Я, слушайте, вчера, когда сюда заходила, у него вот тут где-то под крыльцом щель есть. Где-то не знаю где. Вон там у стены. Короче говоря, я такая подхожу а там мышь оттуда вылезает и затащили. А я мышей, вы знаете, боюсь до полусмерти. И, короче, я в одну сторону, мышь от меня в другую сторону. В общем, разбежались мы с ней. Тучки, небо. Ну, после обеда, вроде говорят, сильный дождь будет. Помните, когда я вам показывала конфеты из Америки, я заказываю. У них очень часто бывают в упаковках больших в ассорти вот такие конфеты, которые называются лемонхетт, то есть лимонные головы. Вот у нас появились от этой же фирмы яблочные головы, но мини-вариант. Это такие очень плотные конфеты, прямо как камень снаружи с кислой оболочкой, очень кислой, более мягкой. А вот середина у них очень жесткая. Девочки любят, я тоже люблю. Вот взяла им. Я вчера на ужин лобби готовила, осталось немножечко. И сейчас себе сделаю лобби с яйцом вот так вот в перемешку, типа крамбла я делаю, но с лобби. Очень вкусно так получается. И здесь в Армении вообще вот когда лобби подают, то или в гостях, или в ресторане, они чаще всего вот так вот с яйцом его дают. Хотя просто лобби без яйца тоже вкусно. Но вот остатки вкуснее, конечно, так сделать. Вот так вот лобби выглядит в готовом виде. Может не очень-то и красиво, но зато очень вкусно. Всем, кто ест, приятного аппетита. Вот здесь мой муж начал делать вино из нашего дачного винограда сорта Изабелла, который я в прошлый раз показывала, как мы собрали. Там было 9,5 килограмм. Вот он его раздавил. В общем, он делает как отец. Он его раздавил руками и оставил здесь, как он сказал, закипать. Я ничего, конечно, не смыслю в виноделии, не представляю, как его делают. И запах, слушайте, такой приторный, сладкий, прям идет. Ну, забыла же, специфический, да, виноград. Но вкус вина получается очень приятный и тоже специфически отличается от других сортов. Вот. Он сказал, что когда он закипит, он отделит, как вот это называется, мезга, да, вот это вот, вроде бы, мезга, но не точно. и уже настаиваться. Ладно, будем ждать, чем это дело закончится. У меня ведь до сей поры не забрали эти несчастные ковры. Должны были еще несколько дней забрать, но что-то там случилось, какой-то сбой и курьер пропал. То есть, я опять с ними связывалась, в общем, сейчас приедут. Но проблема в том, что сейчас вообще такой пик сезона, когда все сдают свои ковры, гигантские очереди. И, в общем, мне сказали, что мне их вернут только через три недели. Но выбора нет. Я обзвонила уже все фирмы и везде вот такая вот история. Конечно, очень жаль, что наша ковромойка, которая была вот в мойке машин в буквальном соседнем дворе, она закрылась. И поэтому сейчас приходится искать какие-то обходные ура, ковры увезли. Слушайте, у нас такая тимень сегодня из-за того, что пасмурно. Все, сейчас будем три недели ждать, пока вернут. Я снова вышла на улицу, ну, из-за того, чтобы овощным не нужно за кофе, за однофрукты, овощи купила. Вот так у нас теперь убирают мусор цивилизованным образом, да? Просто каждый день к кабачкам подъезжают. Еще бы людям в сознательности прибавить тем, которые валят, продолжают перед носом все. Видите, у нас еще все зелено, акации зеленые, душно на улице. Ну, как обычно бывает перед дождем. Свежий размолотый кофеек. Сорт это робуста, называется джамбо, это разновидность, я уже говорила, по-моему. И каждый раз, когда мне мелет протовец, вечно норовит мне арабики туда подсыпать. Я говорю, мы не любим арабику, давайте мне чистые, это все-таки его удивляет. Вот я фруктово еще уже положила в холодильник, помидорки взяла, перец отрезала уже. Это ажурсы, ну, вот эти вот армянские, назерван, которые называются. Я взяла вот такие вот двойные две штучки, потому что у меня дети, когда были маленькие, они навсегда выбирали вот такие вот огурцы, именно сросшиеся, да, потом, когда их нарезаешь, там как матрешка получалась, им это нравилось, безумно, в общем, я так, честных купила. Вот, взяла еще, знаете, скажите мне, я вам скажу. Цукини, у нас очень редко продаются именно цукини, я люблю их больше, потому что они не такие водянистые и не воняют рыбой, потому что почему-то от кабачков у нас воняет рыбой, хотя я вот с подружкой разговаривала в Тюмени, она говорит, у нас тоже рыбой воняют кабачки, если покупать, не знаю, может их поливают сливом с рыбхозяйств. Вот, баклажаны я еще взяла, а потом, значит, взяла персики, вот такие, это белые персики, ну, как, в смысле, не называются белые, но понятно, что они никакие не белые. Вот, взяла сливы вот такого вот сорта, потом, что я взяла, вот эти, корольки взяла, грузинские, очень вкусные, они хоть и недозрелые, но уже очень вкусные, хотя дозрелые, лучше хурму есть, а корольки должны быть немножечко недозрелые. И взяла два вида яблок, вот этот вот сорт, Демерчан, очень сочные, вкусные яблоки, а вот это вот, там было написано Милая Роза сорт, Милая Роза, это любимый сорт моего свекра яблок, но я вот что-то не пойму, это реально Милая Роза? Потому что Милая Роза обычно такие огромные, немножко плоские яблоки, эти больше на Айдорит похожи, ну да бог с ним, какая разница. Вот так вот выглядит фарш, который муж на кебаб приготовил, он очень-очень липкий, и вот спрессованный, вот прямо вот, не знаю, в усмирь, он его вчера очень много раз вот кидал, кидал вот так вот, чтобы он спрессовался, а это я выковырила немножко Кристине и Эду делала на завтрак, типа бургеров, но в лаваше, они у меня спокойно едят, с утра перед школой, ели всегда, никаких проблем с этим не было, так что вот, ковыряла я немножечко отсюда. Армены здесь печет торт у нас, это походу, этот упал где-то, торт называется как? Швейцарский? Финский. А, финский, финский называется, что я швейцарский, это короче говоря, шоколадно-кофейный торт, вот она уже испекла, пропитала его, сейчас там крем делает. Я тут Айда в комнате пылесошу, у него окно постоянно открыто, и из-за этого мусор на пол налетает, особенно сейчас у него тут недалеко дерево от окна, а листья сыпятся, эти осенние листопад, и весь в окно. Вот, и сейчас я, что включилась-то, я же вспомнила насчет прививок, еще не договорила. У нас противопоказаниями к прививкам на данный момент является возраст до 18 лет, ну не то, чтобы это противопоказание, да, а то есть не показание, чтобы делать беременность и анафилактический шок в анамнезе. Вот, так это министр здравоохранения, а не врач, еще раз, еще раз уточню, у меня на кухне окно открыто, и верхняя соседка повесила плед, я думаю, что там это, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, а то он на ветру, мне в окно вот так вот стучит в решетку, ужас, думаю, кто там ломится, вот, и в общем она отвлеклась, извините, я очень часто отвлекаюсь, дядя мне делал по этому поводу замечание, ну, ну такая я, в общем, и она, в общем, сказка заявила в своей речи, что, ой, а вы знаете, вроде того, что в других странах-то и детей прививают, и беременных прививают, а у нас-то в больницах-то уже и беременных полно с короной, и детей-то у нас полно с короной, и, в общем, намекают на то, что будут прививать уже и беременных, и детей, но у нас в колледже на собрании сказали, что это ваше личное дело, хотите прививайте, хотите нет, но зачем-то предупредите нас, типа, если вы привьетесь, не знаю, может с них какие-то отчеты требуют, но пока это, вот в воздухе витает, да, но вот эти две категории людей-дети и беременные походу тоже попадут под этот каток прививочный, потому что, ну, не знаю, вот у нас получается семья 5 человек, да, если мы каждому два раза в месяц будем делать прививку, это 30 тысяч драмов на человека в месяц, то есть 150 тысяч или 300 долларов, извините, ты какая семья 300 долларов будет тратить на тесты, то есть просто так от нефиг делать, выбрасывать из бюджета такие деньги, учитывая, что средняя зарплата в Армении 200 долларов, вот в общем я не знаю, не знала сказать по этому поводу, что-то не сказать, но потом подумала, а что бы не сказать, меня, например, это тоже волнует, меня это возмущает, то что, еще главное, меня бесит то, что они говорят, что нет, это не принудительная вакцинация, мы вам даем выбор, либо, значит, полбюджета семьи вываливайте на эти тесты, либо делайте прививки, либо увольняйтесь, вот такой вот выбор у вас граждане. Пашут сходил за орехами, про которые я вам говорила, это дерево с крупными орехами, но вообще на камере незаметны размеры, но если с рукой сравнить, да, вот у него огромная ладонь, два ореха помещаются, очень крупные орехи, стоят они 3 300, нет, 3 300, 3 500 они стоят, ой, ну у тебя скидка вообще колоссальная, и это, ну 3 500 это 7 долларов, если вот такого качества орехи почищенные будут, они килограмм будут стоить 1017, это, это 30, сколько, 35 долларов, вот, они чищенные, видите, сколько стоят, намного дешевле, в общем, вот их мы ждали, это дерево, которое не каждый год плодоносит, смотрите, орехи, докладывали гигантские, вполне не входят в стандартную орехохолку, вот, получается, что эту бестолку здесь придется вот такой, но я такой не люблю, пусть тогда муж сам полил, ой, блин, еще и дождь косой, прямо в квартиру идет, подокон закрывай, вот такой вот тортик получился у Арминен, помню еще раз название, это финский торт, мечта, из какой-то старой кулинарной книги, старинной, его особенность заключается в том, что бисквит печется без муки, вот такой вот он, симпатичный, отправляем сверху, я этого натерла шоколадку, сейчас отправим в холодильник на пропитку, потом разрежем, я вам покажу, как он выглядит внутри, чудеса погоды продолжаются, уже у нас солнце опять выглянуло, высыхает асфальт, уже даже, видите, заодно покажу, какой у Эда вымахал уже авокадо, вон какой, видите, очень быстро растет, так, надо мне поставить, муж уже едет, нагреваться этот тандыр, потому что, если его поздно включишь, он, естественно, поскольку такой толстый, толстый, глиняный, он очень долго нагревается, поэтому его нужно до готовки где-то, наверное, за полчаса так вот точно включать, так что, сейчас буду включать, шампуры нужно вытащить, вот, мне, слушайте, под прошлым видео одна женщина написала в комментариях, понравилось, всего понемногу, мне тоже этот комментарий понравился, потому что, получается, влоги, они, ну так в жизнь, день идет, да, и каждый день чего-то всего понемногу происходит, случается, поэтому вот комментарий точно, вся жизнь такая, всего понемногу, да, кстати, вот здесь шампуры нехорошего качества, они очень тонкие, гдутся во все стороны, то есть, все силы они бросили на украшение тандыра, ой, у нас, кстати, у кого-то в подъезде есть точно такой же тандыр, они с ним заперед вечно таскаются, не знаю, куда они его возят, вот наш кебаб и готов, получилось очень вкусно, это несколько кусочков свинины, все, кто тоже ест, приятного аппетита, что, вот тортик в разрезе, сейчас попробуем, он вообще невесомый, слушайте, воздушный, нежный, нежный, кайф, классный рецептик, для любителей именно кофейно-шоколадных вкусов, у нас время половина седьмого и, главное, дождь льет, с той стороны солнца светит и сейчас так бомбанул гром прямо над нашим домом, ничего, с дивана не упало, я не боюсь сразу, просто от неожиданности, и это, очень долго он, эхо было от него, прямо на целую минуту, это я была, когда маленькая, я грозы боялась, как это проявлялось, я не помню, но я помню, что меня возили в бабки, и там у меня, в общем, заговаривали этот страх, и, в общем-то, не знаю, с тех пор, или не с тех, в общем, грозы я сейчас не боюсь, вот, кто скажет, что все это ерунда, я могу сказать, что вот именно к той бабке, к которой мы ездили тогда, у меня был случай, когда она реально помогла, и я была уже довольно таким в сознательном возрасте, я была в шоке от того, что она сделала, в общем, мне там ногу подвернула, и не буду рассказывать, это опять долгая история, и, в общем, вот ей я, естественно, верила, и там бабушка моя у нее лечилась, сидит, а то, что есть куча-куча шарлатанов, это естественно, однозначно, но есть вот реально такие знахарки, все, наверное, я буду уже видео на этом заканчивать, что-то я опять сегодня разболталась, не на шутку, вообще, напишите, такие длинные видео вас напрягают или не напрягают, лично я, например, люблю смотреть длинные видео, мне там 10-12 минут не хватает, вроде только расселся, рассмотрелся, бац, оно кончилось, так что, напишите, как вы относитесь к таким длинным видео, но я стараюсь обычно не затягивать, но иногда у меня вот так вот получается, в общем, кому понравилось данное видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, мне всегда очень приятно их читать, всем здоровья, удачи, пока и до новых встреч!